О чём заставляет задуматься наша пища? Аллах создал для людей великое разнообразие еды и питья. Кус каждого из них неповторим и совершенен. Эти милости являются проявлением одного из имён Аллаха – Резак, то есть наделяющий пропитанием. Аллах даровал вам благо для души и тела. Таков Аллах, Господь ваш. Хвала Аллаху, Господу миров! Если бы на то была воля Аллаха, на земле могла бы существовать только одна разновидность еды. Но Аллах даровал людям великое множество вкусных плодов и еды, дабы они были ему благодарны. Это величайшая милость Аллаха и благоволение к людям. Каждая пища, пригодная для человека, содержит знамение, напоминающее нам о милости Аллаха к созданным им людям. К примеру, большинство фруктов сотворено вместе с их природной упаковкой. Эта упаковка, то есть кожура, защищает их от порчи, гниения, сохраняет их чистоту, красоту, благоуханный запах и свежесть. Содержащие много витамина С, апельсины или грейпфруты, к примеру, сотворены в удобных дольках, готовых к применению. Эти фрукты созревают зимой, то есть именно тогда, когда человек более всего нуждается в витамине С. В летние же месяцы у людей высока потребность в воде, поэтому специально для них созревают фрукты с высоким содержанием воды. Арбузы, дыни, персики, виноград. Эти особенности являются знамениями их сотворенности Всевышним Аллахом для нужд людей. Эстетика цветущих фруктовых деревьев и зрелых фруктов, висящих на деревьях, также сотворена Всевышним Господом для удовольствия людей. Гроздья винограда, зеленые и красные яблоки, золотистые персики. К примеру, киви в разрезе являет собой прямо-таки тончайшую резную картину. Или вот еще одна ягода, кокетливо выглядывающая из-за густой зелени листьев. Всем нам известная клубника. Все эти фрукты и ягоды произрастают из одной и той же толщи грязной черной земли. Однако, несмотря на это, все обладают особым, неповторимым вкусом, ароматом, ярким цветом и изысканной красотой, что показывает нам безупречное искусство, мощь и знание Всевышнего Господа, сотворившего их. В одном из заятов Корана Аллах увещевает людей, чтобы размышляли они над этими милостями, дарованными им в жизни. Он тот, кто низводит воду с небес. Ею мы взрастили все растения, растим зелень, из которой выводим зерна, сидящие в ряд друг на другом. Из завязей финиковой пальмы грозди плодов, свисающих к земле, сады так похожих друг на друга и непохожих виноградных лоз, маслин, гранатов. Посмотрите на них, когда они дают плоды и созревают. Поистине, в этом есть знамение для тех людей, которые веруют.